Всем привет! Меня зовут Иван. Я из Москвы. Родился там. Мои родственники все из Сибири и переехали оттуда в Москву. Так сказать, я не коренной москвич, но родился и живу там. С самого детства я начал увлекаться туризмом. Меня батя, короче, водил в походы такие по ПВД, по Подмосковью там. Потом немножко позже начал уже брать с собой в походы там на байдарках, на катамаранах, вот. Со временем я начал этим немного побольше увлекаться. То есть туризм это было больше. Не альпинизм, а туризм. Вот. И как бы дорос до определенных высот и там ходить начал сложные маршруты уже. Вот у меня есть команда, с которой я хожу до сих пор. Да, да. Это такая команда, ну, друзей, как бы. Называется 6Б. Вот. Мы, как бы, ходим с маршрута высшей категории сложностей. То есть у нас там есть несколько первопроходов даже, вот. Участвовали там в чемпионатах. Самое высокое место, это третье мы занимали, в общем. Ну, так вот. До определенного времени занимались только вот спортивные сплавы. То есть в разных уголках России, не только. То есть и мне всегда было интересно, вот вершины стоят, вот снежные пики. То есть все реки, они начинаются всегда вот где-то в каком-то ущелье, где-то в каньоне, какие-то вершины снежные. Мне всегда хотелось, меня манило, как бы, желал я попробовать на вкус, так сказать. Да. Вот. Откуда все это происходит? Да. И мы пошли в какой-то лайтовый поход на Урал. Такой, ну, матрасный это называется в обиходе. То есть это когда там, ну, третья-четвертая категория, просто слабенькие пороги. Ну, лето, отдых. Вот. И вот году в десятом у меня получилось попробовать сходить на гору просто. Вот в районе Народный, это где-то уральские горы, вот. Даже не знаю, какая категория сложности, наверное, единичка. Просто пешеходный маршрут с палочками, там, мы сходили. И меня прямо вот затянуло, увлекло. Я начал, ну, искать информацию, что такое, как это вообще называется, что это альпинизм или там. Вот. И, наверное, именно альпинизм как спортом, как вот там по разрядной системе, по спортивной методике, начал заниматься года четыре назад. Вот. Все-таки меня заманило, привлекло больше, чем водный. То есть это я немножко оставил для себя, вот, водные походы. Я хожу там раз в год, что-то сложное. То есть если вот мы собираемся, у нас там 12 человек, мы куда-то едем, то есть там тоже длинная экспедиция и, ну, какие-то, как бы, планы грандиозные, которые, то есть, ну, сложное что-то. Вот. В альпинизме мой путь начался также с альплагерей. То есть вся вот эта вот система СССР, которая была вот эта разрядная, она меня, ну, привлекла. То есть вот там значок, там НП1, НП2, НП3, вот это вот. И потихоньку ходил, получал опыт, общался, там куча новых знакомых во всех разных городах, куча регионов. Такой свой официальный путь начал в регионы Саяны, то есть вот там оттуда. Высоты там невысокие, там где-то 3000 максимум, а самая высокая точка это 3500. Ну, там в основном скальный маршрут, льда нет, снега нет, вот, то есть ходил там, вот. Дорос до определенного уровня, сейчас тоже вот второй разряд и вот у меня есть напарник Олег, мы входим вместе в футбойки, самостоятельно уже, так сказать, ну, серьезно немножко больше остались немножко. А как вы познакомились? Где вы встретились? Ну, познакомились мы просто на тренировке, у нас вот в Подмосковье есть там всякие типа Полушкина там карьеры, вот, мы ездили на выезд и познакомились. Пообщались по планам, как бы смотрю, человек тоже хочет, ну, как бы не просто там в горы ходить, ну, а немножко расти в спортивном плане, вот. Вот такого формата. Потом я начал думать, что мне не хватает, как бы, так же вот, как и Олегу, получается, ну, брал больничные, вот, всякие там. Вообще по образованию, я вот немножко не рассказал, по образованию я энергетик, то есть закончил Московский энергетический институт, вот. И работал я вообще с автомобилями, в автомобильном бизнесе, там, с диагностикой, электрикой, вот, с машинами там занимался, вот. И, как бы, два отпуска, не особо любили отпускать, то есть приходилось брать селями больничные, потом мне это все надоело, я решил просто, как бы, уволиться вообще в никуда, вообще просто в никуда. То есть у меня была какая-то там подработка какая-то, там, езда на машине, там, ну, такая, ну, какая-то мелочь, вот. И начал искать, как бы, путь в горы, потому что мне было всегда хорошо в них, то есть я вот нахожусь, когда в них мне хорошо, просто хорошо, на душе хорошо, потому что окружают настоящие люди, такие же мотивации у них, такие же, ну, душевные отношения, вот. И когда приезжаешь на равнину, как будто туча нависает над тобой, то есть вот у меня всегда такое ощущение, вот. И ты прям такой грузный, вот эта вот беготня, мне всегда это не нравилось, и я стремился больше времени проводить в горах, вот. И начал искать, как бы, как бы это сделать, думал сначала, может быть, инструктором, но понимал, что путь до инструктора, это очень долгий и сложный путь, но, как бы, это надо расти до первого заряда, потом еще, как бы, нужен напарник, стабильно ходить, и только потом учиться, и это все очень долго. И, как бы, приоритеты, у меня там семья, как бы, хотелось бы тоже, чтобы кормить семью, то есть вот, ну, финансовая тоже составляющая была, ну, имела, как бы, место быть. То есть, конечно, не на первом месте, но имела место быть. И я просто решил искать работу себе в горах, то есть, каким образом. Сначала я работал вот на Белухе, гора Белуха такая есть, ну, на Алтае. Я там работал, ну, так как опыта у меня такого нет, я работал портером, просто носил грузы там, вот, с дальнейшим возможности устроиться там гидом, то есть, работать, помогать, вот. И попробовал, поработал, мне сказали, ну, блин, нормально, давай, там, попробуешь сходить на вершину. Сходил я на вершину, и меня уже начали брать вторым гидом, помощником просто, вот. Сходил я несколько маршрутов, несколько раз на Белуху, и мне предложили уже, типа, работать, ну, основным гидом водить народ. Я сначала ходил по классике, потом начал ходить, там есть маршрут оболаковать по Гребню 4А. Его несколько раз ходил тоже с клиентами. И потом, как бы, начал понимать, что нужно еще больше, мне хочется. То есть, как бы, кусил это, насладился, и в следующем году уже начал искать работу на Эльбрусе, и там уже, как бы, побольше получалось. То есть, сезон там примерно с апреля по октябрь. Вот, у меня получается, что я провожу время, вот в этом году, в 21-м, в том году, точнее, получилось, что у меня где-то около 9 месяцев в горах я пробыл. Ну, это с учетом всех сборов, то есть, у меня получилась летая работа, осенью я ездил на сборы в Саяны, и вот сейчас зимой, это уже следующего, следующий год, как бы. С апреля опять я на Эльбрус, и буду там, наверное, до августа, август, сезон Белухи. Ну, как-то так вот. Влекаюсь, помимо этого, скалолазанием. Наверное, большая часть тренировок, это, наверное, скалолазание, бег. Ну, там всякие разные упражнения специфические, типа, хождение, ну, с рюкзаком по лестнице, я вот люблю, чтобы нагружать многих, как бы, бег в гору. Ну, не просто по парку, да, я бегаю тоже в любую погоду, но бегаю, стараюсь, как бы, trail running такое, чтобы было с наборами, по пересеченным местностям, то есть, не просто по парку, там, по ровной, ну, как бы, дорожкам. Ну, тренируюсь там еще по некоторым, там, пособием. Есть очень известные, там, американские гиды и альпинисты, там, вот, Стив Хаус, и вот они там написали книгу, очень классную, она там, большой целый учебник, там все описано. Дело в том, что в нашей стране, да и вообще во всем мире, очень часто альпинизм не воспринимается как спорт, и, ну, соответствующей подготовки к нему не производится, то есть, специфически. Если, вот, допустим, взять, ну, бегунов, то есть, я занимался левкой атлетикой, бегал на короткие дистанции. У нас была специфическая тренировка, как бы, к этим коротким дистанциям. А к альпинизму, как к таковому спорту, особо никто не готовится, но там, типа, есть, вот, знаете, такая, поверь, ну, вот, все говорят, для того, чтобы ходить хорошо в горы, просто ходите в горы, но это не работает, вот, ну. Но это нужно постоянно в горах находиться. Это да, и то, есть такие специфические нагрузки, как на льду, как на скале, когда вот хоть ты столько, сколько бы не ходил ты в горы по обычным простым маршрутам, ты никогда себя не подготовишь к стене какой-то, да, там где-то, к какому-то участку льда какого-то. Это все нужна практика, это все нужна специфическая нагрузка. И вот в этом пособии очень классно, ну, как бы, они описывают, как составить себе правильную тренировку, как вот именно, вот, допустим, аэробный порог повысить определенный, как нужно, ну, чтобы все это совместить, то есть ОФП и специальные тренировки, специфические, очень здорово и очень помогает, я пользуюсь и прямо открыл для себя последний вот год. Слушай, это отлично, да, поделись, потом ты тогда со мной эту информацию, я тоже, наверное, возьму тогда. Книжка продается, если что, в спортмарафоне, там прям такой вот учебник, там 500 страниц, можно каждую страницу там есть, очень хорошо описывается про питание в горах, про акклиматизацию там, то есть понятно, что там какие-то вещи есть и золотые, то есть, да, но есть вещи, которые я для себя вот прям узнаю, открываю вновь, то есть я прям даже никогда не подумал бы, что так вот нужно делать. Это очень интересно. Так, ну, в общем, теперь как бы горы, это моя основная сфера деятельности, работа, можно сказать, в частности, но вот я не забываю про путь, который я хотел изначально, стать инструктором, стать гидом там международным, потому что вот учиться, обучаться, это всегда нужно, это прям залог безопасности на маршруте, залог безопасности клиента, участника. Сейчас существуют многие школы, вот тоже хочу поступить, там вот киргизская школа, которая аккредитована международной федерацией FMGA, вот это, вот, тоже цель туда тоже попасть, поступить. То есть, и, помимо всего этого, ну, стараюсь ходить технические маршруты сложные, там, лёд, скала, ну, что-то, чтобы, как бы, гид, он, это такой человек, который должен быть, ну, ну, как бы, выше, чем участники, потому что приезжают в основном неподготовленные, ты должен быть наголову выше, как бы, это безопасность. Вот, соответственно, ну, как бы, финансовая часть, конечно, моё пребывание в горах, она не самая важная. Самое важное это то, вот, то, что я получаю удовольствие, нахожусь в этой прекрасной среде, вижу эти прекрасные горы, эту прекрасную природу, нетронутую, замечательных людей. Я всё равно уверен, что, ну, как бы, есть исключения, но такая среда выдавливает, ну, нехороших людей, неправильных, которые какие-то, там, молчные, плохие. Ну, вот, здесь остаются настоящие мужики, настоящие люди с большой буквы. И, как бы, надеюсь, что это хорошее такое подспорье, братья такая, укрепляет, в общем, общение. Много нового для себя открываешь. Всегда интересные очень люди. Не бывает людей в горах, которые, ну, какие-то такие вот, ну, могут быть скромные, да, могут быть неразговорчивые, но всегда интересные очень. Много чего можно получить нового. Вот, как-то так. Ну, соответственно, планы дальнейшие. Развиваться в этом направлении, улучшать свои, там, показатели какие-то, как бы, расти, развиваться, получить документы, там, которые позволят работать, там, в Европе, например. Потому что на онлайн, например, там, нельзя просто, ну, как бы, просто получить знания, как бы, по международной, ну, классификации, вот, и быть профессионалом. Потому что я люблю, допустим, если ты чем-то занимаешься, надо быть профессионалом в этом деле. Вот я занимался автомобилями, я постоянно, как-то, как это говорится, держал руку на пульсе. Ну, надо знать все, надо изучать, все меняется. И в горах то же самое, техники меняются, снаряжение меняется, облегчается. И ты должен всегда быть на чеку, вот. А образование это дает возможность быть на чеку. По поводу планов для себя личных, хочется, я немножко, я, как бы, скалолаз больше, я хотел бы что-то ходить техническое. Техническое — это стены протяженности, там, не знаю, ну, в идеале, как бы, хочется ходить big wall. Big wall — это, ну, это такие, как бы, стены большие, грандиозные, с большими перепадами, там, от километра. Типа, или капитана. Да, типа, да, или капитана. Ну, вот, ближайшее, что хочется, это, конечно, немножко подрасти и съездить в район Каравшин. Это такое мека для технического альпинизма, потому что, ну, мне это очень привлекает. В свое время была в 90-х команда такая, русский путь, стены мира. И руководитель этой команды был Одинцов, Александр Одинцов. Сейчас он уже в возрасте, там, ему 67 или там, ну, я точно не помню. Вот, он сейчас председатель комиссии фар, там, все, уже не ходит так. Ну, вот у него был проект, вот этот русский путь. Они хотели пройти все самые высокие стены на всех континентах, то есть, там, 10 самых высоких стен. То есть, там, и почти выполнили этот проект, и, как бы, вот, меня это очень вдохновило в свое время. Я прям смотрел, то есть, для меня это было, как я подражать хотел, как бы, вот, с ними там еще ходил такой известный очень спортсмен-экстремал Валерий Розов. Он разбился, он бейсджампер, вот, он разбился на Амудаблан в 18-м году. Вот, то есть, они лезли в стену, а он с этой стены еще прыгал. Вот, то есть, для меня это верх прям экстремального спорта, потому что я, допустим, ну, как бы, прикоснулся немножко, вот, в водном спорте. Мы ходили одни из самых сложных маршрутов в России, связки. И я понимаю, что есть вот грань, которую хочется попробовать, то есть, ну, на этой грани очутиться. И вот этот, ну, как бы, к этому нужно готовиться. Работа, как бы, на Эльбру сегодня к этому не подготовят. Но в планах есть, вот, ходить что-то сложное. Высоту я пока не хочу, потому что я еще молодой. Мне многие люди известные говорили, альпинисты, которые, ну, в своих кругах известны, в общем, они говорили, сначала, пока ты молодой, лезть надо сложное что-то, а когда ты в возрасте, надо в высоту ходить. Вот я немножко такого мнения. Пока есть силы и возможности, буду пытаться что-то сложное лезть. Может, даже на высоте, но техническое, да, ну вот. Вот, а когда придет время, я надеюсь сходить по классике, ну, те же семитысячники, там, а может быть и выше, ну, как пойдет. Не буду загадывать, я не могу сказать, что я пойду покорю. Все покорю, это такое неправильное слово немножко. То есть, это как вот, там, Анатолий Букреев говорил, горы это не стадионы, да, где мы удовлетворяем свои амбиции, а храмы, да, где мы религию свою там, да. И поэтому, как бы, шанс она нам дала, мы поднялись на эту высоту, чуть-чуть там побыли, спасибо сказали и ушли, как бы. Поэтому загадывать не хочу, но направление такое вот у меня. Ну, из истории, да, наверное, теперь? Расскажи истории, расскажи о каких-то интересных путешествиях, где ты бывал, что видел. Ну, давайте начнем с курьезных историй. Первая история, это связано со скалолазанием и увлечением скалолазанием, да. Есть такой замечательный район в Таиланде, называется Тонсай. Ну, там, помимо еще есть несколько, там, бухт, рейли, и там, в общем, там, меккоскалолазание. Туда приезжает скалолазание со всего мира, и там очень классные маршруты, море, тепло, здорово, все лазают. Вот, офигенно, классные маршруты, все очень пробито, качественно сделано, безопасно. И вот, значит, мы там поехали, как бы, отдыхать, там, с семьями, и там поехал мой товарищ, который тоже примерно лазит, ну, примерно, как я. Вот, мы с ним разлазались, встретились, погуляли и решили полезть в мультипич. Мультипич — это несколько веревок, то есть, там, где-то шесть веревок был маршрут, называется, там, Хомоналити, типа, он находится прям пляж, бар, и над баром такая лестница, и начало маршрута, то есть, первая веревка прям над, ну, над баром, вот, мы с ним все встретились. А специфика этого маршрута, она заключается в том, что нужно лезть его, как бы, рано утром, потому что солнце встает, и оно прям начинает освещать, то есть, в час дня там уже просто пекло, а в Таиланде там жара очень, ну, сильная. И, соответственно, вот этот границ, скала, она прям, ну, невозможна там находиться. Значит, мы полезли, все хорошо, лезем, лезем, ну, то есть, все, взяли, там, две веревки, чтобы дюльфирнуть, все нормально, то есть, там, по 50 метров. Договорились, как будем дюльфирать, лезем, вылазим, шесть веревок, там, отдыхаем, вылезли, все по времени, там, нормально, в 10 утра примерно, еще до солнца, там, два часа, решили, там, посидеть, пофоткаться. И, значит, собираемся дюльфирать, начинаем дюльфирать, первая, вторая, третья веревка, и остается последняя веревка. И я приезжаю на станцию, со мной парень лез, он немножко такой побольше, комплекция у меня такой, то есть, ну, даже не совсем побольше, он там 100 килограмм, то есть, такой, плотники, да. Вот, он мне такой говорит, я немножко подустал на лазанье, то есть, можешь, пожалуйста, взять рюкзак, а там в рюкзаке веревка, крем, питье, одежда, то есть, ну, просто накинуть тебе, чтобы от солнца спрятаться. Я говорю, хорошо, я возьму, приезжаю на станцию, и он, получается, на одной веревке выше меня, и он скидывает, как бы, веревку мне, вторую. Я такой, она в меня ввязана, то есть, я такой кричу ему, Саня, что там, что случилось? Он такой, я, походу, как бы вывязался и не пристраховал веревку. То есть, ну, как-то хотел наполовинку, что ли, но я не понял, как он хотел сделать, в общем. И получается так, что я остаюсь на нижней станции с двумя веревками, и он остается там, просто висит, ну, как бы, на станции, да, на самострахе. Вообще, то есть, без крема, а он снял футболку, потому что было жарко очень. Я дельфираю вниз и начинаю бегать по пляжу, и, как бы, все понимают, что сейчас через час выйдет, как бы, солнце. И я там, там много очень ребят было из Кореи, из Китая. Я начинаю как-то на ломаном английском, какие-то там, help, там, помогите, там, на стене человек. Они смотрят и говорят, no, типа, crazy Russians, мы не пойдем, типа, no, no, no. И я такой, и все, и выходит солнце, и я понимаю, что Александр там сейчас как рак сварится. Я начинаю такой, что делать, просто бегом по пляжу бегаю, и, ну, как бы, кричу там, просто говорю, там, помогите. И ребята такие говорят, о, ты что, русский, что ли? Ну, да, типа, они из Иркутска, и они такие, ну, пойдем, поможем. И они вдвоем залезли, и вот, спасли Саню. И Саню потом, ну, короче, такой приехал, как красный, как рак, весь вообще. То есть он там где-то 2-3 часа сидел, пока они долезли, все эти веревки к нему. И его парашютиком просто спустили на Дюльфер, как бы, и все. Ну, понятно, там, в конце он спустился, всем накрыл поляну, вот. То есть история такая получилась, она, конечно, карьезная, но с хорошим концом. Но, по большому счету, там есть куча мультипичей, которые находятся вдали, находятся... То есть там есть такой мультипич, а он на Ангтауэр. Он прям тебя подвозит на лодке, и ты, как бы, по сути, автономно лезешь. Если там бы это случилось, мы бы, наверное, никого и не смогли о помощи даже попросить. Поэтому это к тому, что надо с напарником всегда договариваться. Ну, и знать, как будете работать. Потому что вот мы первый раз вместе лезли, то есть на скалах мы лезем, все замечательно. А когда полезли мультипич, это уже ближе к альпинизму, и это мы, как бы, не договорившись, попали в такую неудобную ситуацию. Это было где-то примерно два года назад. То есть опыт уже был достаточно такой нормальный. Вот. Еще интересная, смешная история. Произошло в Восточных Саянах. Это тоже одни из сборов в марте проходили. Там в марте еще зима. Вообще регион Саян, он считается только зимой горы. То есть период зимы, это, получается, с мая по октябрь. Все остальное время горы не считаются. То есть если сходишь летом, они в зачет не пойдут. То есть они как бы есть, но они там легче становятся и прочее. Ну, в общем, мы забросились. Все хорошо вечером. То есть заброска происходит по речке такой, она замерзшая вся. Вот. Мы взяли сани за собой зацепили, вот такие чик-чик-чик на палочках. Пришли в базовый лагерь. И как бы все обустроились. Проводила сборы Иркутская федерация альпинизма. И с ними были еще бурятская поисково-спасательная служба. То есть они там приезжают. У них как командировка. Они при этом своих сотрудников вводят в горы. То есть для них это как повышение квалификации. И они заодно обеспечивают безопасность. И там был такой наш инструктор, товарищ Женя Лысов. В общем, они буряты, они немножко попозже забрасывались. Они такие приходят. Все, вот, ситуация. Лагерь, стоит костер, все нормально. Вечером, то есть несколько костров. Инструкторские там, участники там все стоят. И он такой вот просто подходит в заброски. Идет, идет. Садится у костра такой, закуривает сигарету. Ну, отдохнуть, отдохнуть. И тут взрыв. И я оказалась, как бы, в костер кто-то положил банку сгущенки. Она была закрыта, она рванула. И банка ему попала прямо в глаз. Прямо в глаз. А второй инструктор, спасатель, прямо сгущенкой. Вот так. Всего вообще просто. И, значит, мы подходим, бегом к нему подбегаем. А у него просто, то есть он только пришел, его сразу, ну, у него рассечение, тут вот полностью глаз. Его сразу туда в больницу. И, ну, там зашили, несколько швов. Мы сходили, все горы, которые были по плану. Но он ходил с таким черным фонарем. Самое смешное, что приехали, ну, какие-то ребята еще, которые на день позже, они приходят. И он такой у нас сидит, встречает. А мы уже, ну, как бы, видели всю ситуацию. А ребята приходят и видят. И говорят, вот там ваш инструктор, идите, познакомьтесь. Они подходят, а он у костра сидит такой. У них вот эта форма, которая выдается МЧС. Она, ну, там даже есть вот МЧС, это, ну, федеральная. А они региональные. То есть это еще там финансов вообще почти нет. Им выдают такую, ну, как бы, потрепанную одежду. Ну, то есть уже дают там на пять лет. Они там в ней лазают и ходят в горы и спасают. Она вся такая там в заплатках. И он такой сидит, курит сигарету. И у него такой черный фонарь. И представляете, вот эту картину приходят новые люди. Видят просто этого Бармалея. Это ваш инструктор, типа, такой. Он такой с бородой. Колоритный такой очень. Бурят. И такой, ну, такой крепкий, здоровый тоже. Мы такие погорнули. И было весело, конечно. Ну, одна из их тоже, ну, это, наверное, даже сказать, история говорит о том, что нужно, наверное, всегда в безопасность. Превыше всего надо смотреть, там, в костерное. Ну, это, конечно, в темноте невозможно предугадать. А зачем там эта банка так оказалась? Так, ну, какие-то ребята, участники хотели подогреть загущенку, типа. Она, видимо, замерзла, потому что морозы были в то время минус 25, минус 23 в лагере, вот. Вот, это говорит о том, что надо не доверять, ну, как бы, костер лишним, ничего лучше не бросать. И, как бы, если бросаешь, говоришь, договариваешься. И хотя бы, чтобы у костра кто-то сидел, смотрел. Вот. По поводу гидской работы, одна из историй тоже произошла вот в этом году. Мы водили на вершину парня с ДЦП. Вот, он не мог ходить. То есть он, у него вот верх тела работает нормально. Он, там, какой-то известный блогер, он, там, ну, нормально занимается, армрестлингом увлекается. То есть такой хороший парень. Вот. А ноги не может переставлять. Вот. И мы вдвоем водили, то есть два гида, как бы, мы водили его на вершину. То есть, ну, он так просил туда-сюда и вот от компании. И в итоге на косой полке он, там, идет в этих стандартных кошках, он не может ноги переставить. Мы ему водили кошки такие специальные, ну, просто охотничьи вот эти, как там, резиночки на резиночках. Вот. И в итоге он до седловины дошел, и там уже, конечно, ему стало плохо. И по факту мы попали просто в спасработы. Я вязал носилки из этого, из основной веревки, как вот там учат на сборах. И мы его несли на носилках. И получилось, где-то мы шли от седла до ратрака пять часов вниз на носилках вдвоем. Конечно, на пяти тысячах это тяжело. И, ну, было все безопасно в плане того, что у нас были на готове все ребята там на рации сидели. То есть погода была нормальная, время было нормальное. Мы его развернули, хотя он очень просился на вершину. Ну, то есть безопасность была соблюдена, но просто сам факт этой истории в том, что люди, как бы, с такими решениями, они все равно хотят. Меня это удивляет. Я так, как бы, для меня эти люди, я, как бы, восхищаюсь такими. То есть таких очень много там, которые на руках там ползают, на Эльбрус, известные личности. Ну, вот. Такая история. На самом деле так вот можно много чего рассказать, но это... Когда подготовиться только надо, так сходу прям... Да наоборот, когда ты говоришь не особо, как сказать, забываешь о том, что ты говоришь на камеру, когда ты просто начинаешь о чем-то говорить, увлекаешься этой темой. Особенно я вижу, насколько ты увлечен горами, то есть... Ну, да. Вот. Ну, так, читая литературу по поводу гор, там, интересны тоже некоторые моменты. По поводу, как вот люди раньше ходили, как все эти первопроходы были, как делались, ну, первовосхождения вообще все эти... То есть мне всегда было интересно дух вот этот вот первопроходов, дух первооткрытий. Что-то оставить после себя какой-то людям, какой-то, ну, вот, ну, как бы нитку после себя, которую они пойдут по твоему маршруту, посмотрят и скажут вам вот спасибо, там, ну... Как бы на карте белые пятна заполнять. Вот для меня это... Ну, как бы мне это очень интересно, и хотелось бы этим заниматься. То есть, если даже бы не очень прям что-то сложное, но куча мест, которые можно посетить. А у нас все привыкли ездить туда, где уже все изведано, то есть... Протоптаны все тропы. Протоптаны все тропы. Даже если взять, там, тот же возьмем, да, к примеру, Непал. Все туда ездят, в район Эвереста, а там куча мест, которые вот тыкают вот так вот. Каждый год делают восхождение на золотой ледоруб в том районе. Там, что взять, там, серку, пик, там, который вон прям на тропе в базовый лагерь стоит, пик. Ребята взяли, в двойки сходили, золотой ледоруб мировой получили. Вот. Ну, вот такие вот штуки, значит. Ну, и по поводу первопроходов как раз-таки, вот мы в Стоянах Восточных сходили в этом году. Точнее, вот в 21-м году, в ноябре. Первопроход, это было прям, для меня это было даже не то, что прям сложная гора была, как бы там 3B4A, типа, около того, но сам факт, что ты лезешь, никаких там дюльферных петель, никаких там крючев, отчетов, куда как идти. Ты примерно себе нарисовал линию, увидел, когда что, вот, где-то там старшие товарищи немножко посоветовали, и вот полез. Большая группа была? Нет, мы в тройке втроем сходили, вот. Просто собрались, нас отпустили, мы уже самостоятельно ходили, и мы сходили. Ну, и потом после нас, самое интересное, что это было все в рамках сборов, да, и мы сходили эту гору, никто не хотел, а мы сходили, первый проход, пришли и сказали, что вау, вот такая вот, вообще, такое лазание. И после этого еще четыре группы сходило в эти же сборы, и все в восторге были. Ну, то есть, это вот здорово, то есть, когда так... Как горка называется? Монах, пик монах. Вот как на Кавказе, только в Саянах такая есть монах. Ну, вот такие вот штуки. Что еще там? Историю, что ли, все какую-то придумали? Вспомнись. Давай. А, в каких районах бывал? Да, где бывал. Последнее, последнее наше такое сложное, не восхождение, а сплав, я расскажу, наверное, про сплав, тоже интересно. Мы ходили на Алтае, значит, речка Челышман, в Верховьях там есть участок, такой Юзелинский каньон называется, вот. И там где-то сосредоточено большое количество шестерочных порогов, там водопады есть, каньоны, там ущелья, вот. Это первая река у нас была, вторая была река, это вот Челышман, он впадает в Башкаус, вот. Это мы, как бы, проходили нижние ущелья его. Нижние ущелья, это вообще считается одной из самых, там, сложных ущельей в СНГ. Чем оно сложно? Оно сложно то, что оно находится, вот, то есть, там поселок такой, улаган, то есть, от улагана начинается вот эта речка вниз идти, нижние ущелья. Когда ты заходишь в это ущелье, выйти с этого ущелья вообще невозможно, то есть, там где-то 50 километров получается. И концентрация порогов, то есть, там примерно, то есть, ну, один к одному, то есть, там почти они все, и все выше категории сложности. Чтобы понимать, как наш проходил день. Вот ты встаешь с утра, и за день ты можешь пройти, там, около километра по воде. То есть, даже, бывало, 300 метров мы проходили. В чем такая сложность? Сложность в том, что ты встаешь, подходишь к какому-то ключевому препятствию, начинаешь его обрабатывать. Обрабатывать это, ты идешь, смотришь, ну, как бы обходишь, смотришь, где вставить точки, там, страховки, где встать на видеокамеру, как, если что, там, самосплавом пойдешь. Вот, все это просматриваешь. Потом договоренность, кто как идет, какой экипаж, вот. Рисуешь себе линию движения, потому что, там, в таких сложных препятствиях, допустим, оно, ну, сразу не видно с воды, то есть, надо как-то, вот, изначально строить, там, прижимаемся туда, прижимаемся туда, там, сливаемся, там, прямо, там, заходим боком. Вот, и сам факт вот этого нахождения в этом ущелье, когда ты заходишь, и стены сужаются, такая вот, такое мрачное вот это состояние, и ты понимаешь, что до ближайшего, там, какого-то населенного пункта выход просто, то есть, это несколько перевалов, несколько дней, надо все нести на себе. Кругом отвесные стены обработать невозможно, ночевки на вот таких вот узких полянках, примерно, ну, вот, три на три, там, вот, прям, вот, то есть, все легли, ну, вот, на коврике, вот так штабелями, все легли, а катамараны, они причалены у берега, то есть, началку. И тут такой вопрос, а что будет, если будет поводок, а что будет, если будет какой-то, там, НС, да, вот, как быть, как выходить, то есть, руководитель, там, вообще, посидел, наверное, ну, то есть, ну, вот, сложный маршрут. На все про все у нас заняло, это где-то 21 день мы были, не было ни дня, чтобы просто можно было посидеть, вот так, ну, отдохнуть, просто приходишь, переодеваешься из неопрена мокрого и сразу спать, потому что на следующий день опять, ну, рубилово полное. И того где-то, там, примерно на маршруте, там, около 60 порогов, шестой категории сложности, там, 65, то есть, каждый порог стоит отдельного прохождения, ну, то есть, и вот, ну, мы долго к этому шли, тренировались тоже. Как бы, годы-годы тренировок, то есть, годы-годы сплавов прошли успешно и вот заняли третье место на чемпионате России. Ну, почему заняли третье место? Потому что маршрут не новый, он уже хоженый, там есть такая, чемпионат проводится по таким вещам, как бы, ну, и в альпинизме тоже, и вот, в туризме. Там есть такие, ну, такие, как бы, пункты, это новизна, скорость, безопасность и там еще какие-то стиль, то есть, в альпинизме тоже стиль, вот. Вот, то есть, новизна очень важна, вот, люди могут сходить проще маршрут, но новый, первое прохождение, в Китай, там, или где угодно, вот, и получить за это, там, первое место. Так у нас и произошло, в принципе, то есть, маршрут был легче, вот, то есть, а заняли мы, ну, как бы, хотелось просто попробовать испытать себя. Тут такая-то история тоже. Ну, в любом случае, это круто. Ну, да, вот, ходили такие интересные речки. Как бы, я понимаю, что есть, ну, ничего нету нереального, то есть, я когда-то, когда был, ну, молодой, там, лет, там, 15, там, когда только смотрел эти видео, вот, с этих башкаусов, челышманов, я думал, это нереально, никогда не получится, вот бы как-нибудь, вот, что бы надо сделать, чтобы туда попасть. А когда это случилось, я понимаю, что, и, как бы, во всем это может быть. То есть, ты что-то хочешь, ты просто идешь к этому и расписываешь этот какой-то план поэтапный, пошаговый, и все в своих руках, все реализуется, материализуется, как угодно можно это назвать. Что я могу посоветовать, как бы, я не такой, что прям гуру, чтобы советовать, но я могу сказать одно, начинающим не торопитесь, это очень важно, не торопиться, потому что многие очень бегут в горы, торопятся получать разряды, получать регалии, получать корочки, и случаются непоправимые, это первое. Второе, как вот сказал Олег, уже нужно не тратить, ну, не тратить, ну, не жалеть деньги на снаряжение, оно сейчас обновляется, это безопасность. Чем легче вы снаряжение, тем быстрее вы работаете на маршруте, тем быстрее вы работаете на маршруте, тем вы безопаснее, в безопасности. надежность тоже точек страховки это все то же самое не гнаться за разрядами, за всякими этими штуками всему свое время больше тренироваться и подходить к горам не просто так поеду а подходить осознанно изучать район планировать тактику стратегию не торопиться это все к нетороплению грамотно составлять распорядок всего мероприятия консультироваться с людьми, которые знают район знают как ходить знают маршруты ничего в этом нет зазорного то есть наверное больше изучать, больше читать больше практиковаться тренироваться и специальные тренировки добавлять не просто ходить не просто бегать надо лазать лед альпинизм это мультинаправленные тренировки я считаю, что нужно уметь лезть в лед и скалу и снег и быть выносливым и быть с холодной головой быть грамотным тактиком стратегом и тогда все будет нормально вот мои наверное единственные такие на данный момент рекомендации небольшие можно много вообще сказать по этому поводу но вот какую гору хочу сходить в ближайшую так я не буду конечно прям что-то есть такое поверье что планы рассказывать это не очень хорошо вот но вообще мне очень импонирует район Пакистана вот я бы хотел туда может быть что-то не супер грандиозное ну вот хотелось бы просто район посмотреть там такой есть ледник Биафо там находятся все известные вот эти вершины лоток массив лотоков и этот Байн Табрак ну там короче хотя бы просто подойти под них посмотреть легендарные горы вот а на высоту пока не тянет вот наверное все ну а в ближайшем будущем Бог даст маршрут по лотнику на первую башню короны